Добрый день, любители живописи! Продолжаем работу на гранатах. В прошлом видео мы рассмотрели как написать зерна. Сейчас буквально пять минут поговорим о бликах. Что об них нужно знать? Во-первых, это самый маленький, но самый яркий элемент, поэтому к нему нужно отнестись аккуратно. Вместо того, чтобы усилить эффект блеска, он может оказать и медвежью услугу. К примеру, у нас была задача показать некоторые части картины более яркими, прозрачными. Если же мы перебликуем, нанесем слишком много бликов или не в тех местах, то они заберут на себя внимание и притушат весь эффект. Поэтому краску не нужно брать сразу в полную силу, там какую-то белую или желтую. Взять сначала каким-нибудь сереньким, наметить, определить места, посмотреть, а потом нужные места усиливать. Чем блик контрастнее, точка стоит, допустим, яркая на темном фоне, тем она больше придает блеска. Ну, смотря какая у вас будет задача. Если же нужно показать насыщенный предмет, яркий, глянцевый, то нужно ставить контрастную точку. Если же нет, то немножко можно растушевать, но следить за тем, чтобы не нарушить общий фон. Блики они не только как бы придают блеск, но еще определяют форму. Поэтому нужно следить за местом расположения. Вот коли у нас выбрано направление света справа сверху, то луч встречается в первую очередь с выпуклыми местами. Чтобы показать элемент выпуклым, допустим, полукруглый это предмет, луч попадет у нас не на самый край, а на выступающее место, ближе к середине. Вот тем самым визуально будет видно, что ягода выпуклая. Допустим, зерна у нас не все идеально круглые, а если обратить внимание, то они имеют какие-то грани. Можно на эти грани показать. Взять также эту белую краску, но не белую, я уже говорил, серенькую, и обозначить эти грани. Обозначить плоскость можно. А потом после этого только нанести более ярким концентрацию света, куда у нас луч попал. Тем самым даст дополнительный эффект как бы плоскости его. Вот таким образом. Ну, допустим, если даже перепликовали вы, глянули на картину, смотрите, блин, одни белые точки. Что же делать? Не надо расстраиваться, можно подремонтировать, дать высохнуть и потом основным цветом подкорректировать эти места. Не нужно брать и вытирать эти точки, вытирать, потом это наносить заново. Не нужно этого делать. Дайте высохнуть ее и потом просто, допустим, насыщенную красным взять ее и подкорректировать, определить форму у этого блика и все. Я этим делом, кстати, буду и заниматься здесь, потому что не всегда бывает одним мазком его проведешь и точно угадаешь, а где-то приходится подработать его. Не бойтесь этого, ничего страшного. Ну, вот как бы, что касается бликов. Ну, вот в следующей части будем заниматься стеклом, будем писать стекло прозрачное с... Вот у меня здесь графинчик, будет налито вино здесь, будем его писать. Если интересует, заходите, смотрите дальше. Всем привет!